Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня мы с вами говорим о том, как можно помочь себе с хронической вирусной нагрузкой, бактериальной нагрузкой. И что нужно делать, на что нужно обращать внимание, что нужно включать в свою жизнь для того, чтобы снизить вот эти все проявления. Во-первых, друзья, мы с вами не просто отвлекаемся, куда-то там едем и переключаемся. Это важно, но нужно себе помочь. Организму нужно встать. Для этого что нужно делать? Для этого обязательно нужно начать работу с поддержки лизина, манолуарина, подарки, усвоение жирорастворимых минералов, витаминов, плюс работа с суперкомплексом. Я обязательно это включаю в работу со своими клиентами. Плюс обязательно мы с вами смотрим на кислительный стресс, даем человеку возможность раскислиться, да, даем человеку возможность получать микроэлементы, которые необходимы для нормального детокса. Плюс обязательно мы даем человеку минералы, плюс группу Б даем. Когда начинается вирусная нагрузка, начинаются проблемы с памятью внимания. Мы это помним. Также мы обязательно даем момент, связанный с... Обязательно мы даем человеку момент, связанный с утилизацией внутренних интоксикаций. То есть мы даем комплексы, которые направлены на реологию желчного пузыря, на поддержку ЖКТ. Плюс обязательно человеку в этот момент нужно работать с отдыхом. И здесь нам, конечно же, помощник. Просто магний, группа Б6 отдельно. Если лучше вы не смотрели в анализах, то хотя бы ее компенсировать питанием. Это очень важно. Идут огромнейшие растраты, поэтому организм будет требовать, требовать и больше. Для этого я вам подобрала конкретные схемы, которые работают. Вы их можете сами просмотреть и выбрать то, что вам лично интересно и что вам будет полезно. Самое главное это польза для себя. Вы на канале «Почувствуй себя хорошо» с психологом-нутрициологом Аленой, которая вам желает только добра, здоровья и, самое главное, учебы. Учеба, если вы учитесь, вы развиваетесь. А я побежала дальше заниматься.